Всем привет! Пока фундамент под наше новое колесо набирает прочности, я собираю остальные материалы, которые необходимы для строительства, надо заняться другими насущными делами. Тем более, что погода сейчас испортилась у нас в мае, и как ни странно, улья мне понадобятся совсем скоро, потому что такая плохая погода в совокупности с довольно теплым апрелем приведут к тому, что роение начнется раньше. Как минимум в нашем регионе, потому что в апреле были дни и плюс 20, а сейчас минус 4 по ночам и плюс 6, плюс 8 днем. То есть пчелы не летают, делать им нечего, единственное, что им остается, это улетать, готовиться к краевому. Поэтому я решил доделать полностью свои корпуса для деления семей. И сюда буду делать отводки, я уже рассказывал, это будут двухматочные содержания, просто два отводка будут сидеть в одном корпусе. Ну это ладно, это я потом может быть как-нибудь покажу. Так что сейчас крашу, чтобы можно было более удобно сюда помещать две семьи, в разные цвета крашу. Желтым цветом покрасил компрессором, а зеленым мне стало, если честно, лень это все обклеивать скотчем. Я покрасил кисточкой, просто, ну потому что реально, если желтым цветом можно красить не боясь, там распылов, не надо пленку никакую натягивать, то здесь же уже по крашеному, конечно, надо было бы затянуть все пленкой, заклеить скотчем, проще закрасить это все кисточкой. Также я готовлю другие корпуса на сильные семьи, буду ставить вторые сверху, чтобы все-таки уменьшить вероятность роения. Отмываю их мойкой высокого давления, хорошо очень отмывается, иногда даже с деревом. В общем, ничего страшного в этом нет, мойкой можно прекрасно мыть, потом на солнышке это все полежит, и впоследствии дальше уже, когда высохнет, надо все это тщательно обжечь горелкой. Ульи отмыты и продезинфицированы, складываю в прицеп сколько возможно, у меня 8 корпусов. Влазит в прицеп можно, конечно, и в 2 слоя, но мне пока не нужно столько, 8 корпусов, потом я еще 5 доставил, и этого вполне достаточно, потому что настали дальше холода, и остальные семьи, в принципе, не достигли такой силы, чтобы им прямо сейчас в минус 4 ставить было второй корпус. Здесь же я поставил исключительно для того, чтобы занять пчел работой, потому что взятка никакого нет, они сидят дома, и, как ни странно, даже в отсутствие взятка, из-за того, что я это вовремя сделал, пчелы еще не успели войти в роевое, они прекрасно оттянут эту вощину. Я по 3 листа оставил, недавно смотрел, и, как ни странно, они вощину оттягивают даже в холод, потому что матки надо сеять, пчелы чувствуют, что место есть, роиться не думают. В общем, не зря я это сделал, потому что еще через неделю эти бы семьи, они уже дошли до того, что я бы лазил на деревья. Второй корпус весной всегда ставлю по одной и той же схеме, просто беру 2 печатные рамки расплода, именно печатного, не открытого, потому что сейчас растягивать гнездо под угрозой возвратных холодов не стоит. И 2 достаю из гнезда, туда в гнездо помещаю одну вощину и заставную разделительную доску. Затем ставлю второй корпус, там у меня заранее приготовлено 3 рамки пустые сушнины, только откачанные, но не обсушенные, чтобы пчелы туда охотнее шли, и 3 вощины. И все это тоже разделительной доской прикрываю и закрываю. Очень удобно. Матка, если ей... А, кстати, да, разделительную решетку, естественно, не кладу. Матка, если ей захочется, если место будет мало или будет холодно, она всегда сама поднимется в верхний корпус. Ну, сейчас, понятное дело, разделительные решетки ставить не имеет никакого смысла, это только устраивает себе лишнюю работу потом подтасовки рамок. Корпуса мои покрашенные высохли, я решил их доделать уже полностью. Единственное, что их утащил в гараж от дождя и снега, но обратно в мастерскую я их тащить уже не захотел, ну, потому что реально надоело таскать эти корпуса туда-сюда и обратно. Тем более в мастерской у меня вообще места нет. Как водится, летом у меня там все основательно загаживается, а убираться мне некогда. Может быть, когда совсем-совсем какая-нибудь плохая погода, будет дождливая, я там и по чуть-чуть приберусь, но сейчас решил все-таки доделать ее в гараже. Несколько роликов назад хотел рассказать, что это вообще у меня за верстак, но, к сожалению, все вылетело из головы, забегался и забыл снять. А верстак этот купил я давным-давно, так что те люди, которые спрашивали, надеюсь, что увидят они в этом ролике ответ на свои вопросы. Верстак этот раскладной, но вы и сами видели. Из маленького такого тубуса раскладывается большая полезная площадь. У меня вот таких фанерных столешниц, они, кстати, толщиной, по-моему, даже порядка 20 мм, бакелитовые. Их 8 штук, то есть огромную-огромную площадь можно сделать и в том числе очень удобно. Можно с собой в машину это все погрузить и распустить там. А взял я его для своей мастерской, потому что у меня там места нет. Скажем, разместить дверное полотно, ну это просто невозможно. Мастерская крошечная и верстаков там у меня в принципе нет. По объективным причинам из-за закона о рекламе ссылок я здесь разместить на этот верстак не могу. Поэтому просто скажу, здесь это куча 3Tools, сайт бренд Лосев. Там осветительное оборудование и в том числе вот такие вот раскладные верстаки. Это, наверное, за 8 лет единственная покупка, которую я сделал исключительно себе порадовать на Новый год, чтобы мне было удобнее работать, а не просто для того, чтобы можно было зарабатывать с помощью этого инструмента деньги. И не прогадал, потому что мне очень нравится. Вот и все, я фактически на финишной прямой. Сюда осталось положить крышку. Крышка будет простая, из плоского шифера. Напилю квадратов, прям дешево и сердито. И сверху буду укладывать. Под крышник здесь тоже маленький. Это я тогда экономил сухую древесину. Одну доску распускал на две рейки. Так что он тут небольшой. Но эти улей я все равно не буду использовать для того, чтобы в них зимовали пчелы. Это будет только летний вариант. Поэтому мне здесь абсолютно не принципиально. Потому что здесь утеплить можно уже чем угодно. Здесь сразу же и разделительная решетка. Она устанавливается так, что пчелы не имеют доступа напрямую между двумя корпусами, а имеют доступ только через разделительную решетку или же через верхний магазин. Здесь вообще зазора нет. Ну и плюс эта речка нужна, чтобы решетки не прогибались. И впоследствии сюда я напилю опять же такие фанерные магазины по два. И будет у меня две семьи. Получается два отводка работать на один, как одна семья полноценная. Надеюсь все получится. Но у людей получается. Я думаю, что ничего, никаких сложностей возникнуть не должно. Тем более здесь все надежно. Матки друг к другу точно пчелы не проникнут. Так что все должно быть хорошо. В итоге сейчас у меня получается 10 таких корпусов. То есть я в них смогу сделать 20 отводков и добавить в конце сезона 10 дополнительных семей. Но скорее всего я буду добавлять семей немножко больше. Те на мед не будут работать. Это просто будет отводок. Может быть обратно восстановлю до 50. Может быть 45 сделаю. Но все будет зависеть от того, что вообще будет этой осенью. Но надеюсь ничего плохого, как в том году не случится. И с осенью никто не растает, никто не слетит. И в зиму они пойдут. Потому что все, что пошли в зиму в эту, они так и перезимовали. Только то, что осенью я потерял, то и потерял. Продолжаем с вами дальнейшие наши деревенские дела. У меня совсем сломался настил, который я делал временный. Очень-очень уже давно, когда гараж построил из досок. Обычно в 25-х я его здесь собрал. Как видите, от досок уже мало чего осталось. Все обломилось. И совсем неудобно стало заезжать. Надо очень точно миллиметровать. Иначе колеса сползают. Поэтому решил наконец-то все это переделать. Сделать основательный, надежный. Но и естественно не запариваться. А сделать его из материалов, которые у меня сейчас есть под рукой. Потому что у меня остался мешок цемента. У меня осталось каких-то уголков от чермета. У меня осталось старых досок ненужных, которые некондиционные. И вот из всего этого я сейчас попробую изобразить что-то надежное и долговечное. Для того, чтобы, скажем, зимой во время морозного пучения настил этот не заблокировал ворота, потому что у меня очень все близко, я решил сделать его плавающим. То есть один конец будет свободно лежать на бетонной ленте, а второй будет жестко привязан к гаражу. Это полностью исключит возможность того, что земля его куда-нибудь выдавит и ворота мне будет ни открыть или ни закрыть. В общем, копаю небольшую кат-траншею. Буквально сантиметров на 50 она в глубину. Там будет потом песчаная отсыпка. Здесь, к сожалению, почва крайне неудобная. Рядом дорога проходила. И камни с этой дороги, видимо, во время отсыпки этой дороги, летели и сюда доходили. Долбить это было крайне неудобно. Ну ничего, раздолбил. В общем, засыпаю песок. У меня еще остались арматуры, как нельзя кстати. То есть я вообще ничего не покупал фактически. Для того, чтобы сделать этот навес, арматура тоже у меня была. Как раз отрезки нужной мне длины по 2 метра. В общем, я это все залил. И единственное, что я купил, это два уголка, получается, 3-х метровых. 50 на 50, толщиной стали 5 миллиметров. Это мне пришлось купить. Из этих уголков я впоследствии сделаю балки. Балки, на которых будет, собственно, весь этот навес и настил и держаться. Поскольку настил будет деревянный. И, соответственно, под ним спокойно может расти трава. Потому что он не будет лежать на земле. Заранее снимаю весь плодородный слой. Засыпаю это все песком. Впоследствии я там еще кладу рубероид и снова засыпаю песком. В принципе, такая конструкция тут с северной стороны. Должна полностью исключить прорастание какой-либо травы. Ну, если там и прорастет, то буквально какая-то мелочь. Один уголок у меня, кстати, был совсем. Чермета это из земли. Я его откопал. Так что его очистил. Сейчас это все покрашу. Причем краска тоже у меня была. Я ее не покупал. Она у меня осталась еще с тех времен, когда я делал забор. И все у нас столбы покрашены именно в этот цвет. И немножечко осталось. В общем, кстати, да. Сварил я, получается, два этих пятидесятых уголка вместе. И получилась у меня такая вот толстая труба. Квадратная, толщиной стали 5 миллиметров. Очень крепкая, надежная и выдержит любой вес. Я даже, наверное, перебдел. Можно было что-нибудь сюда не такое мощное укладывать. Таким образом, получаю я две параллельные балки. Их укладываю, исходя из расстояния колес. То есть, какая колея у автомобиля, столько ширину я и делаю. Чтобы колесами всегда проезжать именно по этим балкам, а не по настилу. Конечно, доски у меня все равно впоследствии, сами видите, будут 50 на 150. А не выдержали бы автомобиль и сами по себе. Но я все-таки решил перестраховаться и сделал колею именно такую, как колея моего автомобиля. Ну и как раз, как я уже говорил, положил два слоя рубероида и засыпал это все еще сверху песком, чтобы не прорастала трава. И сами эти балки прикрепил к уголку. Уголок глухарями прикручен к гаражу. Глухари там на 8 и длиной на 80. Их я 8 штук на длину 2 метра использовал. В качестве настила, как я уже говорил, будут использованы доски 50 на 150. Это доски некондиционные, остались от строительства пристроек. Я их использовал для того, чтобы спускать с крыши шифер. Я сделал такие вот Т-образные карказябры. Их приставлял к дому и по ним, как по полозям, шифер скатывал вниз. Сами видите, доски треснутые, сукатые. Но для настила в самый раз подойдут. Они уже высохли. И слава богу, что они у меня прикручены были на саморезах. Потому что если бы они были на гвоздях, то сложно было бы мне эти гвозди оттуда извлечь. Потому что прошло уже несколько лет, это бы все поржавело. А саморезы хотя бы можно выкрутить. Но не все, но некоторые просто пришлось обломать. Таких конструкций у меня 2. И мне их в аккурат хватило для того, чтобы напилить все детали на целиковый настил. Ширина у меня 2,20 получается. Можно было бы, конечно, чуть-чуть ужаться и попробовать из 6-метровой доски выпиливать 2, 2-метровые. Но я все-таки решил, что это будет совсем уж ладно. Не стал миллиметровать. Напилил на всю ширину моих ворот. Потому что ворот у меня 2,20 и, соответственно, настил тоже 2,20. Можно немножко под углом заезжать. Не обязательно ставить машину строго перпендикулярно воротам. Все доски, естественно, пропитываем антисептиком. У меня старый, древний, уже 3-3 года ему все никак не может кончиться. У него такой минимальный расход от акватекса. И его вполне хватает. Поверхность становится как будто стеклянная. Как будто сахаром. Жженым сахаром все это покрыто. И хорошо очень отталкивает воду. Но это будет не единственное покрытие. Там потом просто еще обычным цветным антисептиком, который у нас оставался, будет сверху покрашено. Гвозди использую шиферные, потому что они у меня, опять же таки, есть. И они очень удобны для того, что шиферную шляпку так глубоко в древесину не всадишь. Как раз она очень плотно притягивает. Все это хорошенечко пробил. Сзади добавил ребер жесткости из остатков досок. И все очень прекрасно получилось. Единственный нюанс, что довольно тяжелая вся эта конструкция получилась. Еле-еле я ее из гаража выпер. Не сказал, кстати, но настил обязательно делаю со щелями. Это нужно для того, чтобы доски хорошо проветривались. Потому что иначе при плотной стыковке во время дождя потом это все очень долго сохнет. А мне это не нужно. Мне нужно, чтобы все высыхало быстро. Немножко торцанул весь этот щит, чтобы поровнее было. Мне, конечно, устраивало и так, но Юлю не очень. Поэтому пришлось отпилить. Ну и прикручиваю на болты. Получается М8 тоже болты к балкам моим железным насквозь. И все прекрасно держится. Всего два болта. Больше мне не нужно. И сверху уже как финишный слой тоже у нас остался антисептик. Венги. Вот он, кстати, как венги выглядит, когда им красишь старые доски. Да, действительно, венги становится прям черный-черный. Потому что если красишь свежий пил, особенно строганный, конечно, такого черного цвета не получается. Вот и все. Навес готов. Момент истины. Я, на самом деле, переживал именно за глухари, которым прикручен уголок к самому гаражу. Но восьми глухарей на М8 вполне себе хватает, чтобы выдерживать вес автомобиля. Ну, мне кажется, может быть, даже и меньше бы хватило. Но я все-таки решил перестраховаться и сделал их там побольше. На этом, пожалуй, все. На сегодня у нас тут снежка немножко выпала. Но это, наверное, как и везде. Надеюсь, что погода наладится. Всего плюс один, плюс два градуса. Ночь вообще минус четыре. В общем, ладно. Главное, что въезд готов. Сейчас надо будет дошабашить все остальное. И можно будет заниматься дальше постройкой крыльца. Ну, а на сегодня все. Всем пока-пока.